Все, вы готовы, дети? Хорошо. Вообще, изначально я хотел назвать, ну, так и напечатал, на самом деле, свой небольшой докладик «Авторитаризм как необходимое условие существования жизни на Земле». Но, на самом деле, по ходу дела, пока я все это писал, вот сейчас немножко готовился к тому, чтобы прочитать, могу сказать так, что авторитаризм является необходимым условием существования вообще Вселенной, по-хорошему. Поэтому, если смотреть на понятие максимально широко, ну, наша мысль, она, как известно, не имеет каких-то особенных преград в своем познании, кроме каких-то там искусственных, которые так или иначе можно преодолеть, а в абстракции мы вообще что угодно можем построить. Но не суть. Так или иначе, я вот делаю такое довольно громкое заявление названием своего выступления, что авторитаризм – это и есть необходимое условие существования Вселенной вообще, и далее попытаюсь его аргументировать. Вообще, обыкновенный авторитаризм в самом таком относительно широком, популярном смысле воспринимается людьми как некая форма организации власти немногих, ну, или диктатура меньшинства, по-хорошему. Но бывает и так, вот, что первое противоречит вообще принятому восприятию термина, что авторитарные отношения возникают между всего двумя людьми. Вот есть классический пример Фридриха Энгельса о, ну, высказанном в работе, которая так и называется «Авторитаризм». Он говорит там об учителе и ученике, что, соответственно, учитель над учеником, очевидно, доминирует авторитарным образом. Он навязывает ученику свою позицию и последний обязан подчиняться учителю. Тоже, по сути, относится и к более такому, менее тривиальному, но тоже классическому представлению о внутреннем авторитаризме человека, что, дескать, вот, наше сознание, наша высшая нервная деятельность подчиняет своей воле все прочие органы, как, ну, я буду использовать несколько такие своеобразные сравнения, как своего рода коллектив этих органов, ну, или вообще подчиняет сознание своей воле весь организм, как сумму органов, составляющих целое. Вообще, вот, такое восприятие авторитаризма, как то, которое я только что описал, мне лично видится совершенно неполноценным и оттого неудовлетворительным. То есть, с этим понятием нужно разобраться получше. Известно, по-хорошему, из практики человеческих обществ, в первую очередь поговорим об истории, что коллектив бывает зачастую не менее авторитарен, нежели отдельный, допустим, человек, который навязывает свою волю коллективу. Зачастую при этом, вот, что интересно, власть этого человека, диктатора, происходит из коллективного авторитаризма, из авторитаризма, который изначально дает присущ именно большинству человеческого коллектива. Приведу такой пример, чтобы как-то объяснить то, что я только что сказал. Масса крестьян-земледельцев в классическом феодальном обществе, хотя термин феодализм довольно спорный, конечно, она создает, по сути, своим запросом на защиту от каких-либо там наемников, варваров и так далее, от других феодалов, запрос, спрос, по сути, на существование такой мощной силы, как феодал, оберегающий эту общину, что, по сути, вот этим запросом, потребностью в наличии авторитарного диктатора, закладывает некоторые основания в то, что впоследствии этот диктатор будет, получив своего рода мандат на насилие, применять насилие против врагов этого коллектива. То есть, по сути, когда средневековый там, ну или просто феодальный, не обязательно европейский средневековый в этом смысле брать, землевладелец защищает пределы своих территорий, он реализует не только свое стремление защитить свою собственность, своих крепостных крестьян, но и реализовывает изначальную мотивацию этих крестьян выбрать себе хозяиного и начальника, а мы знаем из истории, что, допустим, первые какие-то вот такие поселения, которые впоследствии превратились в феодальное образование, где уже там наследная власть, диктатура конкретного рода над всеми остальными, они образовывались по общинному принципу, и в принципе феодал был просто, скажем так, легендарный предок феодал, был избран на свое княжение населением вот той территории, которую он обязуется защищать. Безусловно, дальше история нам показывает, что всегда в таких ситуациях вот этот легендарный предок, его потомки, вернее, становились тиранами, землевладельцами и эксплуататорами. Но, тем не менее, вот изначальный импульс авторитарно исходил от этого человеческого коллектива. При этом, пока этот коллектив, вот в данном примере условные крестьяне, эксплуатируемые крестьяне-землевладельцы, остаются покорны феодалу их угнетающему уже, они, по сути, все равно легализуют своей покорностью, своей безропотностью и тем, что они сносят его насилие, они легализуют его власть в дальнейшем. И пока они не восстанут, пока между ними не возникнет противоречия, по сути, мы видим своего рода, ну, некоторые, которые, кажется, на первый взгляд, вот, ортодоксальному марксисту может показаться противоестественным, такой симбиоз авторитарных устремлений, казалось бы, противоречивых, но при этом на самом деле схожих. Но вообще эта ситуация, вот что касается, там, истории человеческих обществ, это вещь очень тривиальная, до тошноты знакомы, и тому не шибко, на самом деле, интересные. Гораздо интереснее посмотреть на те структуры общества, где коллектив имеет своим вторичным субъектом не вот этого персонифицированного, тирана, диктатора, но сам вот коллектив, фракции большинства в составе самого себя. Расшифрую, скажем так. Среди людей вообще, на самом деле, это не редкость, что коллектив, вернее, большинство коллектива является авторитарным диктатором для меньшинства. Это вообще общее место для всей нашей так называемой демократической системы. Коллективное представление о нормах, законах и традициях, хотя бы, допустим, оно как бы глубоко угнетает либо отдельного индивида конкретно, который отстоит от этого коллектива в стране, либо непокорное меньшинство. И сколь бы толерантными не пытались быть представители большинства, сколь бы они норм каких-то стремящихся к уравнению большинства и меньшинства не принимали, так или иначе противоречия они не могут снять, покуда существуют объективные предпосылки для существования этого противоречия. Допустим, приведу такой пример. Содомиты всегда будут угнетены гетеросексуальными людьми, натуралами и так далее, потому что существует объективное противоречие. Пока существуют содомиты и гетерасты. Вот когда все будут би, тогда да, тогда противоречия будут сняты. Если приводить чуть более адекватный пример имения Рафляной, то существует с моральной точки зрения очевидное противоречие между коллективной моралью мещанского большинства и мелкой буржуазностью, даже лучше так сказать, этого большинства. И прометризмом, допустим, каких-то революционных организаций и так далее. И покуда не будет уничтожен либо мещанский склад восприятия, пока не будут уничтожены предпосылки для существования вообще мещанства как социального класса, покуда это противоречие не решится. То есть всегда одна из сил, составляющих большинство в обществе, ну в одном примере, там, хотел сказать, содомиты нет, гетерасты, составляющие большинство в другом... С другой стороны, люди буржуазные, покуда они будут составлять большинство общества, то давление на меньшинство, оно не прекратится, как бы вот толерантны мы ни были. Все равно останется, скажем так, и то, что можно назвать пропагандой определенных идей и так далее. Но вообще говорить об одном только авторитаризме, который существует только в коллективах людей, вообще, значит, закрывать глаза на куда большую картину. Любой коллектив, я вот позволю себе такое утверждение, является авторитарным по своей сути. Возьмем, например, такую смешную тему, как коллективы пчел. Когда пчелы, они, вы знаете, живут, наверное, знаете, живут не всегда в одном и том же улье на протяжении миллионов лет, они ульи меняют, и как они их меняют? Когда наступает пора переезжать, там, либо в предыдущем становится слишком тесно, либо их наоборот, популяция уменьшается после зимы, допустим, им нужно найти более адекватное место. Они высылают своего рода разведчиков, которые исследуют окрестности на предмет наличия подходящих для создания нового улья мест. Когда эти разведчики возвращаются с своих миссий, они... И вот это действительно странная вещь, я совсем недавно ее узнал, но современная наука, которая исследует вот насекомых, она действительно доказала, эти пчелы-разведчики, по сути, зачитывают свои... Ну, при помощи своеобразного, там у них язык темы, определенный язык звуков есть во взаимодействиях между друг другом у пчел. Они делают своеобразные доклады, сообщая своим сородичам не только вот параметры того места, которое они нашли и которые предлагают на обсуждение для выбора, куда бы переселиться. Они также сообщают координаты, куда им нужно прилететь, их сородичам, чтобы подтвердить или опровергнуть предуможенную разведчиками позицию. И часть вот тоже роя, она исследует эти места, возвращается обратно в улья, и там во всеобщей реальную, можно это назвать, дискуссии принимается окончательное решение, в какое место лететь. И вот, по сути, те пчелоразведчики, которые исследовали, грубо говоря, недостаточно подходящие места для размещения поселения, они, по сути, когда становятся отвергаемы большинством, подвергаются, ну, можно так сказать, определенному астракизму. Их позиция высказывается недовлетворительной, не ясно пока что науке, вот опять же, есть такие моменты, которые не ясны, наступает ли за этим какое-нибудь наказание, но, тем не менее, известно, что такие процессы у пчел есть. Вот. Какой-нибудь другой коллектив измер животных, если привести, ну, вот, например, банально вулчья стая имеет выстраданную эволюцией строгую иерархию, которая, скажем так, ну, не говорит им сознательно как-то угнетать слабых, но непосредственно в контексте эволюции, подчиняясь своим инстинктам, в рамках стаи сильные особи угнетают, соответственно, и подавляют наиболее слабых. Вот еще такой интересный момент, если говорить о животных, тоже такая относительно недавнее исследование, которое, кстати, современные марксисты на Западе сделали, ну, нормальные марксисты, то есть последователи этого, господи, Валерстайна точно. Было вы установлено, что в древних людских коллективах особей, которые вызывали наибольшее, как бы так сказать, наибольшее опасение у всего коллектива относительно их наклонностей, то есть, допустим, слишком наклонно к насилию, слишком наклонно к тому, чтобы подавлять отдельных представителей коллектива, как-то оскорблять, унижать их, и, по сути, таким образом мешать коллективному выживанию всего сообщества. В этих древних первобытных, вот назовем это, человеческих стадах такие персонажи сознательно подвергались астрахизму, постепенно там, ну, выявлено стадии, что над ними сначала иронично подшучивали, ну, насколько ирония была доступна нашим там далеким-далеким предкам. Впоследствии их там могли начинать бить, и в конечном итоге их просто изгоняли из первобытного вот этого стада, поскольку они своим вот проявлением индивидуального авторитаризма вступали в конфликт с авторитаризмом коллектива этого первичного. При этом довольно сложно назвать вот наших далеких предков там, скажем так, полноценно людьми как-то, чтобы говорить, что это было человеческое общество. И я в своей шизе шагну дальше. Занятно и то вообще, что даже само наше мышление устроено скорее по образу и подобию тоже вот коллективного авторитаризма, то есть наше сознание, да, нежели, как принято считать, как я озвучил вначале, авторитаризма единоличного. То есть сознание, если его, скажем так, вот расщепить, оно состоит из массы мыслей, реакций, оценок, ну там еще различных форм, которые выделяются отдельной психологией, но нам это сейчас не важно. И зачастую противоречивые вот эти все мысли, там реакции, оценки, они в процессе мышления человеческом ведут друг с другом неугасимую борьбу. Как я уже сказал, сознание, оно состоит в сущности из массы мыслей, реакций и оценок. И зачастую эти мысли и реакции, они противоположат друг другу, противопоставляются. И в нашем мыслительном процессе постоянно мы, вернее, эти мысли, они ведут друг с другом борьбу, и человек, допустим, выбирает. Вот ему хочется сделать, допустим, несколько разных вещей, и размышляя над тем, что он сделает в первую очередь, что он вообще не будет делать, от чего ему следует себя оберегать, а может быть лучше не оберегать, а может быть лучше это сделать в первую очередь, там, допустим, напиться. В этой борьбе формулируется какая-то определенная точка зрения, которая и побуждает нас к действиям. Мозг при этом, ну вот, в процессе мышления постоянно исхитряется, ему кавит, лжет сам себе, ну, каждый, наверное, с этим так или иначе сталкивался, и сам же себя после того, как себе наврет, выводит на чистую воду, критикует, и вот этот диспут множества мыслей, своеобразного нашего внутреннего коллектива, он и составляет наше мышление. И вот справедливости ради самые сильные из этих мыслей, они даже вырываются в нашу повседневную речь, ну, всем, очевидно, кто умеет говорить, знакомы такие слова, допустим, как совесть или долг, там, зависть или сострадание, и вот эти добродетели и пороки, составляющие нашу душу, они и составляют сущности нас самих. При этом, соответственно, сам факт того, что мысль можно, сознание можно вот так разложить на множество разных составляющих, которые в противоречивой борьбе друг с другом нами управляют, и говорит о том, что наше сознание именно коллективно тоже авторитарно. Вообще, здесь какой пример я бы хотел просто чисто человеческий посоветовать. Вам интересно эту внутреннюю империю, проиллюстрировали наши товарищи коммунисты из Эстонии, из эстонской студии Заум в своей хорошей игре Диск Элизиум, на которой я убил часов 30, наверное, в последние недели. Там на уровне сюжета, вот я ничего про игру говорить не буду, кроме этого, на уровне сюжета игрового текста наглядно продемонстрирована борьба мнений и желаний, скажем так, зависимости и всего остального в голове протагониста. Причем зачастую, вот там это отлично показано на уровне текста, эти мысли в голове персонажа, они составляют своего рода фракции друг с другом против каких-то других определенных мыслей, совместно выступая за те или иные действия и высмеивая своих оппонентов. Теперь кажется очевидным, что нужно задать, наверное, финальный вопрос. Главный, ежели авторитаризм, вот он настолько глубоко укоренился вообще во всем, о чем только можно поговорить и подумать, то можно ли это как-то исправить и бороться с авторитаризмом, избавиться от него вообще в самом широком смысле? Я не буду на этот вопрос отвечать, вопрос говно, лучше так я отвечу вот так. А нужно ли вообще с этим авторитаризмом бороться? Потому что, как мне кажется, я опять же смог это относительно продемонстрировать, авторитаризм отдельного субъекта, а мир состоит в принципе из действующих субъектов, он является первоочередным залогом того, что мир весь будет развиваться через определенную борьбу. Именно из борьбы противоречий, вот такого, скажем так, нашего сакрального диалектического гигельянского столба, и исходит вообще сама концепция мирового движения. То есть, если мы возьмем борьбу, ну даже на уровне атома, то есть там ядро атома притягивает электроны к себе, а электроны наоборот от него там туда-сюда отталкиваются. Без этого, допустим, не может существовать Вселенная без этой борьбы внутри атома. Борьба мыслей в наших головах формирует нас такими личностями, какие мы есть. А борьба классов за право авторитарно подавлять друг друга, вот что тоже важно, она двигает нашу историю вообще. И изначально мы вырвались вот из этого первобытного какого-то коммунизма убогого за счет того, что возникла именно эта борьба классов, которая стала двигателем прогресса. Поэтому я делаю такой вывод, что без авторитаризма и без авторитарных устремлений всех заинтересованных субъектов в какой-либо сфер борьбы этой борьбы в принципе не может быть. А значит, не может быть и движения. Так, ну, собственно, что я хотел бы обозрить? На мой взгляд, очень важно, во-первых, что у нас сегодня же тема лекции, я немножко так напомню, что у нас вообще-то изначально был авторитаризм как бы новой диалоги. Ну, скажем так, начать бы мы, наверное, должны были с этого. Вот. И следующий важный момент, который тоже я сейчас попытаюсь обозреть, это то, что вообще немножко напомню содержание прошлой лекции, потому что не все были на ней, то, что мы как раз обсуждали по поводу идеологии как наука об общественном сознании, мы как раз очень подробно разбирали происхождение авторитаризма и авторитарных идеологий. И я совсем вкратце немножко опишу вообще, откуда авторитаризм взялся. Собственно, с этого хотелось бы начать. Вообще, авторитаризм как явление основан на явлении другом, гораздо более фундаментальном, экономическом, как специализации. В принципе, вот я недаром положил книжечку Богданова «Тектология». Действительно, я тут полностью согласен с товарищем Разиным в том, что это, вообще-то говоря, явление не общественное, даже не всего живого, а действительно вселенское. Собственно, общая теория системы это как раз показывает. Это явление как раз-таки у нас дифференциации, то есть разделение, когда система в процессе своей деятельности, вследствие того, что на разные ее части действуют разные факторы внешней среды, начинает, ну, как бы, вот эти части начинают немножко различаться, и постепенно эта разница, то есть дифференциация все углубляется, и система начинает становиться постепенно противоречивой. Собственно, авторитаризм возник на том этапе, когда человеческое сознание уже не могло в себе уместить достаточный объем информации, чтобы осознавать все общество, скажем так, непосредственно взято вот как бы само в себе в непосредственном восприятии, и один человек уже не мог подумать и осмыслить всю полноту действий общества, и какие-то моменты ему становились уже непонятны. Ну, грубо говоря, вот, допустим, есть охотник, есть какой-нибудь там первобытный оседлый сельскохозяйственный рабочий, который там что-нибудь делает рядом с поселением. Очевидно, что в какой-то момент охотник уже перестает понимать сложность той деятельности этого человека, а в свою очередь общинник сельскохозяйственный перестает понимать охотник, там какие-то сложные приемы распознавания следов и прочего. И если, допустим, их деятельность в какой-то момент пересечется, ну, допустим, сельскохозяйственный общинник пойдет в лес, чтобы, ну, грубо говоря, набрать палок для своей какой-то деятельности, а первый ему скажет, не ходи в тот лес, потому что ты там собьешь следы или там может попасть в ловушку, в которую я попал, но он уже не знает, как определить эту ловушку, не знает, какие ему следы там портить, а какие нет и так далее. И в таком случае уже нужно вырабатывать какие-то правила, при том правила уже императивные, то есть исходящие от какого-то авторитарного как раз таки, авторитарной персоналии, которая должна как раз таки заниматься тем, что обозревает все это дело сверху, занимается управлением и постепенно все больше концентрирует на себе как раз таки властные полномочия, то есть отношения, господство и подчинение. Старейшина говорит, вот это ты делаешь здесь, там тот-то такое-то делает, там другое дело и так далее. Каждый отдельно уже не понимает в целом эту систему и зачастую даже не совсем понимает, зачем он это делает, почему именно здесь, а не там, но он подчиняется по одной простой причине, потому что если этого не происходит, то противоречия системы достигают критических уровней, в какой-то момент один общинник говорит другому, а почему я должен делать, не буду, но поскольку система их связки фактической, и они находятся в зависимости, если эти противоречия достигают такой точки, то это поселение просто там гибнет, потому что его члены не могут договориться и не могут вести нормальную хозяйственную деятельность. Соответственно, авторитаризм в таком смысле и вообще отношение власти, то есть как отношение господства и подчинения, становится объективной необходимостью, становится то, что Богданов называет связкой и явлением контрдифференциации, когда необходимо устанавливать такие подсистемы, которые приводили бы различные дифференцирующиеся части все растущие, усложняющиеся общие системы к единообразию и к взаимопониманию. Мы вообще-то говоря очень хорошо можем увидеть, например, в биологии, вот у нас как жизнь развивалась, да, была сначала простейшая жизнь там в одну клетку, а какая-то даже где-то даже не совсем клеточная форма жизни, такие полуклеточные, что-то наподобие нынешних вирусов. Вот, потом они образовывали колонии, колонии начинали дифференцироваться, то есть одни клетки занимались одним, другие другим, и в какой-то момент выживали только те, которые могли в своей структуре сохранять взаимодополнение, взаимосвязь и взаимовыгоду. В какой-то мере мы можем сказать, что наш организм вполне себе авторитарен, но тут же мы находим определенные несоответствия в этом авторитаризме, да, с одной стороны, действительно, вот у нас есть мозг, если как бы вынуть мозг, то все тело там раз и все, вроде бы. С другой стороны, например, то же самое сердце, если бы вынуть из человеческого организма и положить в физраствор, вполне себе будет работать, потому что у нее есть своя нервная система внутри самого сердца, и оно вполне будет тарахтеть и дальше, если главное будет питать физи... ну, не физраствором, а питательным раствором, пардон. Вот, и тут оказывается, что с одной стороны есть авторитарен, с другой стороны есть автономия, и по какой-то причине мы не обнаружим нигде в природе такой системы, которая была бы полностью авторитарна, точно так же, как мы не обнаруживаем системы, как правильно заметил Разин, которая была бы полностью автономна от своих собственных частей. Да, можно сказать, полностью демократична. Всегда есть какой-то баланс, и по какой-то причине, если так смотреть, он систематически поддерживается не только в обществе, а во всех средах и во всех системах, и любое отклонение в одну и в другую сторону приводит, как правило, к краху этой системы. С одной стороны, мы прекрасно можем привести пример каких-нибудь оголтелых фундаменталистских, например, религиозных каких-то сект, которые, конечно, они действительно могут на каких-то начальных этапах своих действий давать какой-то локальный успех, но потом они разваливаются, потому что по принципу РРП один сектант это партия, два движения, три раскола движения, а четыре это уже какой-то сектантский интернационал. Мы видим, что здесь этот авторитаризм ведет к тому, что никакие хоть сколько-нибудь большие элементы системы не могут друг с другом взаимодействовать адекватно, и происходит постоянный раскол, раскол, раскол. С другой стороны, полная тотальная демократия приводит к тому, что люди не видят смысла уже взаимодействовать, не видят взаимовыгоды, и точно так же начинают уже дифференцироваться и отправляют в свободное плавание, и тоже сама система уже при этом не образуется, потому что любая системность подразумевает какую-то взаимозависимость. Собственно, вот по этим пунктам то, что я уже озвучивал у этого Богданова, как раз-таки он в общей теории систем своей первый рассматривает, это закон расхождения, это так называемое противоречие системного расхождения и закон дифференциации и контрдифференциации. Но это теория. Что же у нас на практике по поводу в частности идеологии в обществе? Мы видим, что в общем-то любая смена формации и вообще любое развитие формации социально-экономической сопровождает с двумя тенденциями. На начальных этапах зачастую это как раз-таки рассвет антиавторитаризма, какого-то индивидуализма и так далее. Это характерно не только для буржуазных революций, это характерно в принципе для любых действительно коренных переломов. Когда система открывает, то есть почему это происходит? Система открывает для себя новые горизонты, она открывает для себя масштабные поля для экспансии и на этом фоне, когда экспансия не приводит еще к глубоким конкурентным противоречиям, там не столь важна взаимосвязь. Грубо говоря, допустим, типичный пример это освоение Северной Америки. Ну и в принципе Америки. Когда огромное количество земель, которые могут быть возделаны, на которых можно что-нибудь добывать, и лишь бы индейцев оттуда выгнать, а в принципе конкуренция одного колонизатора с другим не такая большая. И поэтому им сильно создавать какую-то глубокую систему правил, законов и так далее, надзорных органов, им нет необходимости, каждый возделывает свой участок, и в общем-то на этом индивидуализм их и происходит. Но как только экспансия заканчивается, система начинает снова происходить, система дифференциации и снова возникает явление конкуренции, взаимных противоречий, то опять возникает необходимость авторитаризма, устанавливать императивные правила, вести гражданские войны национально-освободительные, создавать конституции писанные, ну и все, что мы знаем. В духе государства и права. Вот. Казалось бы, это такое явление, которое, да, вот авторитаризм и антиавторитаризм друг друга дополняют, и действительно, они вроде, естественно, так и должны существовать, и, наверное, и в будущем они так будут существовать, но так было при классовом обществе. В чем отличие того, которое представляется в будущем? Что если так рассматривать, ну, в каком-то смысле вот уже переходя от истории и принципов возникновения авторитаризма к его фундаментальным противоречиям с индивидуализмом и коллективизмом, надо сказать, что далеко не всегда, даже наоборот, вовсе индивидуализм и коллективизм это дихотомия, не соответствуют дихотомии, авторитаризм и демократизм. даже наоборот. Казалось бы, общество, которое, ну, скажем так, вроде как наиболее коллективистично, оно должно быть наиболее авторитарно, да, то есть, чтобы система работала наилучшим образом, но это зависит в первую очередь от того, конечно, как мы понимаем коллективизм. Если мы под коллективизм понимаем, в принципе, взаимодействие людей любого уровня, независимо от власти и подчинения, то, пожалуй, да, конечно, коллективистическое общество действительно должно быть авторитарными. Но если мы под коллективизмом понимаем нечто более фундаментальное, глубокое в том смысле, что это определенная, определенная, скажем так, даже не степень взаимодействия людей, а определенная качественная из функциональных характеристика взаимодействия в обществе, в частности, коллективизм основан на то, что мы, опять же, разбирали на прошлой лекции, и, кстати, по запросу тоже мы это упоминали вкратце, что коллективизм во многом является высшей стадией индивидуализма, и в таком смысле далеко не любое коллективистическое общество должно быть авторитарным. И Богданов, кстати говоря, об этом, ну, он приводит вообще в технологии достаточно много примеров и из разных областей, из биологии, из физики и, естественно, из общественных наук. Вот. И что он говорит, и что я хотел бы сказать по этому поводу, что это, вот эта дихотомия авторитаризма и демократизма, она существует до тех пор, пока существует необходимость господства отношений власти, то есть, именно вот этого, собственно, самого господства и подчинения. А когда, ну, отдельный индивид и индивидуальность не может осознать своему месту, своей функциональной значимости и так далее. Но Богданов отмечает, что будущее общества является обществом деспециализации не в том смысле, что там все будут одинаково мыслить и все будут знать одинаковый объем информации, но в том смысле, что каждый будет допущен до любого объема информации, который необходим для рационального действия. К примеру, у нас есть уже на данном этапе такое явление, как, особенно в развитых странах, как непрерывное образование, когда люди постоянно стремятся повышать свою профессиональную подготовку в своем направлении, и более того в смежных областях для того, чтобы качественно понимать смежных специалистов. Грубо говоря, допустим, вот у нас есть юрист, в любой юридической конторе есть экономический отдел, и чтобы адекватно взаимодействовать с собственным бухгалтером в собственной фирме, какой бы юрист не был хороший, он хотя бы немножко должен понимать там основы, помимо налогового права, собственно, сами функции налогов, их экономическую значимость, экономическую структуру, откуда они берутся и как собираются и так далее. Вместе с тем любой юрист, который дорастает хотя бы минимально до начальника отдела, должен быть хотя бы немножко менеджером, чтобы понимать, как управлять собственным персоналом в своем отделе и так далее. Эти явления деспециализации позволяют нам в каком-то смысле сделать этот виток спирали истории восходящей и вернуться уже с новым достижением, вернуться к тому моменту, когда плюс-минус каждый человек может при желании и необходимости понять другого в сфере его деятельности. Нам очень хорошо, это известно, наверное, в всяком случае, я думаю, большинству известно по другому примеру, что сейчас в принципе за счет развития интернета и мировых коммуникаций мы вполне можем иметь друзей из других стран с совершенно другими культурами, но несмотря на все эти фундаментальные различия даже вплоть до социально-экономических формаций, мы можем с ними разговаривать, мы можем их понимать и так далее. Вот опять же это явление деспециализации. На этом явлении основано то, о чем как раз Алина задавала вопрос, возможно ли, я бы так его сформулировал, возможно ли управление без власти? И здесь я отвечаю вполне однозначно да. И более того, управление без власти уже есть. Опять же напоминаю, мы немножко говорили про это на прошлой лекции, что на самом деле нынешняя форма капитализма она далеко не индивидуалистическая, мы живем в мире победившего коллективизма, только коллективизм это еще капиталистический, естественно. И суть в том, что как работают любые, скажем так, крупные корпорации, акционерные общества, вот есть владелец, у владельца есть холдинг, холдинг ставит менеджеров конкретных на конкретных производствах и так далее, и вот эти конкретные менеджеры осуществляют управление. То есть на данный момент люди, которые управляют производством, вообще ни разу не являются владельцами этих производств. То есть они не имеют власти, потому что они не могут написать бумажку там, грубо говоря, вот хочу это продать, а это купить. И не важно рационально это, не рационально, они действуют исключительно в интересах власти, которая стоит над ними, но эта власть при этом не является управляющей. Она лишь говорит им, что я хочу от тебя, чтобы ты делал такое-то, скажем так, такое-то направление деятельности. А как ты его конкретно будешь делать? Как ты будешь увеличивать продажи и повышать доходность? Меня не интересует. И здесь мы говорим о том, что уже произошло в этом плане разделение власти и управления. Это та самая фундаментальная основа, которую капитализм создает уже в наше время для нашего будущего. Потому что, естественно, задается вопрос, если управление уже и так может идти без власти, зачем тогда нужна власть? Это правильный вопрос. И ответ вполне столь же очевиден. Да не зачем. В обществе будущего власть, как явление социальное, будет нужна для внешнего, для внешней среды от общества. Как раз то, что мы говорили про разного рода фриков, которые, естественно, по самому факту своего сочетания выпадают из системы общества. Они уже не являются полноценными членами общества. Они являются уже для системы этой общественной внешней средой. Точно так же, как сама структура деятельности человечества по отношению к природе точно так же является авторитарной. Всегда будет являться авторитарной, потому что человек в какой-то мере подчиняет природу, забирает ее энергию для того, чтобы расширяться и развиваться, осуществляет экспансию на ее, скажем так, еще необузданной территории. Естественно, это авторитаризм, но внутри системы авторитаризм, то есть, как явление порождающая власть и порождаемая властью, уже не будет необходимым, потому что плюс-минус каждый человек в состоянии уже не просто подчиняться, но осознавать причину. Это, кстати говоря, то, что еще со времен Фейербаха называли свободой, как осознанной необходимостью. Когда, грубо говоря, вот я какой-нибудь простой пример, вот допустим, ну я вот лично не курю, но допустим, если бы я курил, вот я курю, и у меня есть выбор, выбросить окурок на газон или там еще куда-нибудь, или дойти до ближайшей мусорки. Ну вроде, с точки зрения индивидуализма мне подсказывает мое себелюбие, что ну какая разница, один окурок погода не сделает. Но я дохожу и выбрасываю его в урну. Почему? Потому что я знаю, что моя свобода, как осознанная необходимость, дает мне понять, что если я сейчас выкину окурок на чей-то чужой газон, то завтра сто людей выкинут окурки на газон под моим домом. А зачем мне это нужно? По факту я уже осознаю, что я не у чужого человека мусор, я сам себе мусорю, только опосредованно. Но для того, чтобы это понимать, нужно и обладать знанием. Естественно, что возможно гораздо более, в тысячи раз более сложные схемы осознания, когда человек, грубо говоря, например, осознает, что вот он здесь может украсть, вроде он что-то больше получит. Но если он будет так систематически делать, то он потеряет гораздо больше от того, что система начнет рушиться. именно развитие образования, развитие вот полноценной коллективистской идеологии, оно способно создать такое общество, в котором внутри этой системы, не по отношению к внешней среде, не по отношению к каким-то, грубо говоря, как мы сказали, вырыдкам, да, этой системы, которые, естественно, бывают в любой среде, не только в обществе, в биологии и так далее. Они бывают, но это уже внешняя среда. А вот внутри системы возможно ли общество без вообще этой дихотомии авторитаризма и демократии, мне кажется, что вполне да. В принципе, на этом, в общем-то, все. Так, ну, вопрос, пожалуйста. Я вижу же, Миллер очень давно хочет. Да, у меня вот два вопроса на самом деле. Один из них, конечно, кажется мне более важным, поэтому я задам его вторым. Вот первый вопрос такой. Я не до конца понял именно твою позицию. Является ли авторитаризм авторитаризм именно специфическим спутником человечества в последние 10 лет, вот этого, условно говоря, бутылочного гормышка экстенсивного нашего развития, или же он присущ нам вообще всегда? И если присущ, вот опять же, это прозвучало в дискуссии после моего выступления и сейчас, как мне кажется, прозвучало, отчего же он именно должен как таковой отмереть при коммунизме? То есть, если это такой наш извечный спутник, то, конечно, в каких-то субъективных моментах он может и должен отмереть, но вообще, мне кажется, что нет. И вот я хотел бы об этом поговорить, на самом деле, наверное, и второй вопрос задам, потому что он с этим связан. Вот, если говорить о принятии решений в будущем обществе, то есть, да, авторитаризм этот будет направлен, как мы установили вот дискуссии, ты это сейчас повторял, против конкретно каких-то фриков, не вписавшихся, так сказать, в план и остальных интересных личностей, хотя если говорить о плане по расстрелам, то, наверное, они впишутся. Но что делать с вот такими, допустим, глобальными общественными дискуссиями, как, например, та, которую гипотетически задает Богданов в «Красной звезде», то есть, вот есть коммунистическое общество на планете, они израсходовали все ресурсы, и научное сообщество вот этого коммунистического общества ведет дискуссии о том, куда нам деваться. Вот одни говорят там, ну, если кто «Красную звезду» не читал, там марсиане построили коммунизм и решают, куда им дальше двигаться. Один ученый говорит, ребят, давайте вместе въебем подбелись, условно говоря, ну, то есть, захватим землю, убьем всех человеков и построим там наш нормальный коммунизм, ну, или там подчиним всех человеков и так далее. Ему оппонируют, говорят, не, мужик, давай на Венеру или давай с землянами хотя бы договоримся, как-то им поможем тоже построить коммунизм. И вот это, условно, очень такая глобальная, сложная дискуссия, решение, в которой, очевидно, будет не устраивать одну из сторон, вот меньшинство проигравшее. То есть, когда это окончательное решение наступит, нельзя же, чтобы вот дискуссия продолжалась, условно говоря, до момента, когда просто вот, ребята, мы все очень дружно и хорошо разговариваем, и при этом планета просто умирает. И все, нет никакого коммунистического общества, человечество вымерло. Вот. А ведь в такой ситуации авторитаризм проявится очень явно, очень сильно, и он будет прямо, ну, довольно жестким. Вот опять же, если мы вспомним, чем это у Богданова закончилось, главный герой просто пришел и убил того ученого, который говорил, давайте убьем всех человеков. Он, конечно, сделал это там в порыве легкого тоже ошизения, но тем не менее. Да, извини, телефон ливан. Я его ударил. Все. Так, значит, я тогда попробую ответить на вопрос по порядку. Я даже первый твой вопрос немножко на два подпункта разбил. Во-первых, вот ты спросил, как ты выразился, является ли вот нынешний авторитаризм бутылочным горлышком или он фундаментален? Он, несомненно, не является бутылочным горлышком конкретно нынешнего десятилетия или даже десятилетия или даже нынешнего режима или даже социально-экономической формации. Он действительно является фундаментальным явлением, но фундаментальным по причинам своего происхождения только для классовых обществ. В том смысле, что он возникает как явление... Он существует последние десять тысяч лет. Ну, грубо говоря, да. А по той причине, ну, то, что он существует последние десять тысяч лет, это очевидно, так? Поскольку... Ну, до этого авторитаризма... До этого авторитаризма как раз-таки не было. Почему? Потому что не было власти. Авторитаризм коллектива был. Вот о чем я... Вот. А мы говорим... А вот я недаром тебя спросил, как соотносится понятие власти и авторитаризма. Потому что мы... Если мы подходим к авторитаризму как возможности осуществлять императивное управление, это одно. А если мы подходим к авторитаризму как явлению господства и подчинения, это другое. В чем разница? Потому что императивное управление подразумевает, что есть некоторая часть общества, неважно какая, больше, меньше и так далее. Она осуществляет управление над другой частью или над всем остальным обществом, или над меньшинством, или над большинством. Это не важно. Важно другое. Что при этом меньшинство, оно, конечно, может быть несогласным, может быть от этого плохо, но оно как раз-таки осуществляет, скажем так, ну не то, что осуществляет, вот это меньшинство, оно может быть против, но при этом оно не проявляет своего противоречия с этими, с теми или иными решениями, путем конфронтации. То есть это не приводит к расколу общества, это не приводит к конфликту общества. А когда появляется власть, появляется конфликт между классами. И общество раз и навсегда, ну до нынешнего момента, во всяком случае, оказывается расколотым. И это фундаментальное тоже отличие, кстати говоря, власти в принципе и вот этих отношений господства и подчинения, потому что власть, она может быть системной. Ну то же самое, что называют иногда теорией общественного договора. Действительно, когда феодал управляет общинником, общинник с этим в общем-то согласен и даже наоборот. К примеру, были действительно в истории явления, когда люди гораздо более хотели попасть в кабалу, нежели из нее выйти, потому что это было для них легче экономически, идеологически и так далее. Но при этом, несмотря на то, что это было их вроде бы стремление, то есть мы говорим об общественном договоре или в какой-то мере его проявлений, несмотря на это существовала власть. Почему? Потому что если отдельный общинник вдруг скажет, что а я вот не хочу делать то-то, к нему придет рыцарь, отрубит ему голову, к чертовой бабушке, и на этом все закончится. Это власть. А в доклассовом обществе, допустим, подвергались ли люди астракизму? Да, подвергались. Но только тогда, когда они уже переставали существовать как элемент общества, когда они путем систематического насилия, к примеру, по отношению к другим членам общины, уже себя противопоставляли этому обществу. То есть это было насилие не одной части системы против другой, а насилие общества против внешней среды. Точно так же, как в будущем будет... Прямо массовый расстрел как-то, правда. Правильно. И суть в том, что... Эти крестьяне уже не русские. Правильно. Даже не люди. Кстати говоря... Они не дали хлеба красного. Вот ты смеешься по поводу не люди, а вообще говоря, вот когда самая еще была древняя Греция, еще гомеровский период и даже до гомеровский, изгоняемый... На чем было основано явление астракизма? А изгоняемые люди переставали считаться людьми. Вот оно так и было, да. Да. Астракизм происходил потому, что животное не может жить с человеком наравне. Я себе позволю здесь вот кратко возразить. Ну, давай. Потому что раском, он ведь происходит пока еще человеком, является частью общества. Момент, когда он отделяется от общества, вот, допустим, этот первобытный дикарь, допустим, тот, кого исключают из общины, когда его исключают из общины, он все еще находится в общине. Правильно, Миллер, ты думаешь в правильном направлении, но тебе не хватает, кажется, какой-то мысли правильной сделать еще один шаг. Важно-то не то, в какой момент происходит раскол. То, что ты говоришь, что раскол делит нечто, что раньше было единым на две каких-то части, ты не говоришь ничего нового. Вопрос в другом. Нет, ты меня дослушай. Вопрос о том, что происходит дальше. Когда раскол происходит в системе окончательной, и когда появляются две независимые системы, это одно. Это вот что было в прошлом, и что возможно будет в будущем. А что характерно для класса общества? Раскол происходит, а система не распадается. И система продолжает жить в фундаментальном положении перманентного раскалывания, что она зависает в этом промежутке, в этом моменте бесконечно малом, когда она в каждое свое мгновение является частным и в то же время в экономической среде сохраняет свое единство. И окончательного раскола при этом не происходит. Вот если, вот точно, тоже хороший пример. Допустим, происходит какая-нибудь социалистическая революция. Настоящая. Не там, что иногда ими называют, а настоящая. И, грубо говоря, пролетарии идут расправляться над буржуазией. Они не будут с ней сосуществовать так, как они существуют сейчас. Они просто с ней расправляются, и все. Даже не говорю про физические, там, физические методы, но буржуазия, равно как и пролетариат... Больший способ расправиться с буржуей будет тем трудовой. Правильно, и отправить на зарплату на свои же предприятия, да. Вот. И возникает явление, что оказывается уже общество в этот момент, как раз начало, скажем так, революции, уже перестает считать, как общество единое. Оно уже окончательно раскалывается. Классы общества уже не классы общества, а это два разных общества, двух разных бывших классов. И здесь мы говорим о том, что одно по отношению к другому является внешней средой. И тогда они действительно будут по отношению один к другому авторитарны, даже если одно из них общество, победившего, скажем так, коммунизма. А вот второе. Да, значит, дальше идем по порядку. Дальше. По каким причинам должны отмереть отношения господства и подчинения? Я уже вкратце указал, но дополню. Господство и подчинение поднимает то, что один человек не понимает, зачем ему это нужно делать. Потому что он в сущности не свободен в своей воле, он не свободен в своем выборе. И для того, чтобы общество работало, для того, чтобы общинник не делал, что ему хочется, и для того, чтобы какой-то рандомный, не знаю, там, хиппи 70-х не разваливал общество, ему необходимо делать палкой бонг по голове. Потому что иначе произойдет дифференциация окончательно, общество расколется и развалится. Соответственно, авторитаризм в таком случае является явлением совершенно необходимым, как как раз-таки явление контрдифференциации. То, о чем мы вначале говорили. Потому что без этого собственно система перестает существовать. А когда новая идеология и новая экономическая система ставят вопрос таким образом, что человек уже вполне может, во всяком случае, осознавать свое место и имеет широкие рамки и образования, и культурного, скажем так, воспитания общечеловеческого и так далее, ему уже нет необходимости к чему-то принуждать. Ему достаточно объяснить. Если он еще что-то не понимает, ему это можно просто объяснить. Я знаю их сразу к третьему вопросу. А что насчет того, что есть моменты, где не получается объяснить? Во-первых, таких моментов, скорее всего, будет очень мало. Потому что уже на данный момент степень того, насколько может быть велика и податлива человеческая идеология, это у нас проявляется. Кстати говоря, я вот хотел, в ЦК прорыв я писал, кстати говоря, Ливан, помнишь, вот ты сейчас скинул вот этот вот пост Никсель-Пиксель по поводу того, что вот, дескать, капитализм это плохо, потому что эксплуатация там этих, ну, короче, вот тогда она всю, короче, выложила к свою коммунистическую подноготную, произошел камин-аут, вот, слово-заслово, почему я про это вспомнил? Я сказал, Ливан, о том, что это важный элемент такой, который я хотел привести в пример. Вот, почему? Потому что оказывается, что вот у нас вот рассвет индивидуализма. Да, кстати говоря, тоже важный момент. Коллективизм изначальный, первобытный, да, он полностью авторитарный, потом он разваливается на индивидуализм, как раз происходит кризис системы, потом он опять возвращается в коллективизм, это тоже из прошлой лекции, но уже нового типа, то, о котором мы говорили. Вот, почему необходим этап индивидуализма? Потому что вот происходит расцвет различных там плюрализмов мнений, это на самом деле хорошо можно привести совершенно другой и такой примитивный пример это в семье, вот растет ребенок, родители ребенок, очевидно, явление авторитарное. Ребенок не понимает, чтобы он не навредил, ему надо периодически давать ремня. В какой-то момент он вырастает, и очень важно в этот момент правильно его отпустить на волю. В том смысле, чтобы он почувствовал волю, начал немножко там дуреть, заниматься какой-то чушью, бредом, но именно это занятие чушью, бредом позволяет ему понять, освободиться от авторитаризма, почувствовать осознанную необходимость, то есть получить себе свободу, и дальше уже действовать на рациональной основе. Если этого не происходит, и ребенка до 25 лет держат на авторитаризме, а потом с родителями что-нибудь случается, он оказывается сам по себе, то он оказывается человеком потерянным и зачастую ущербным. Точно так же, как наоборот, если нет периода авторитаризма, и ребенок сам по себе изначально, то он не способен вследствие вреда самому себе уловить какие-то вот эти фундаментальные основы собственной жизни, и тоже оказывается ущербным. Точно так же в обществе. Вот у нас есть рассвет плюрализма, но в какой-то момент путем естественного отбора происходит то, что этот плюрализм опять сходится в наиболее прогрессивной и более эффективной рамке развития всех экономических, идеологических и так далее сфер жизни общества, и какие бы там ни были ни хельпихили сумасшедшие бредовые, они начинают говорить вещи, которые говорим мы с вами. Это очень хороший пример, на самом деле. Вот это, к слову, о том, опять же, по поводу неразрешимых противоречий. Ну, казалось бы, ну, что нас связывает с этой феминисткой? Ну, наверное, очень мало. И вдруг само общество, само общество постепенно начинает нас связывать, казалось бы, совершенно людей, которые, ну, еще пять лет тому назад, наверное, я бы сказал, что, ну, или там, три года там у нас, я сказал, ну, как вообще с ней можно будет о чем-то договариваться? Но если она начинает риторику в таком духе, кто знает? Вот. И касательно фундаментальных моментов, скажем так, неразрешимых противоречий. Недаром ты сказал, что в конце концов один убил другого, поскольку само вот это явление как раз-таки обозначает, что один стал внешней средой по отношению к другому. Богданов, кстати, это пишет, технологии очень подробно описывают этот процесс, то есть система уже, она как раз-таки распалась. Более того, если мы говорим о том, что вот одно... Ну, ты меня дослушай. Вот, допустим, у нас есть два, две части общества. Одна говорит, что нужно истребить землян, другая предлагает, ну, к примеру, отправиться на Венеру. Мы все прекрасно знаем, что есть такое явление, как компромисс. И еще есть такое явление, как то, что, опять же, то, что мы описывали в начале, экспансия, она может вести сразу в двух направлениях. И, в конце концов, если эти противоречия не разрешаются в рамках какой бы то ни было сложной дискуссии, система сама разделяется и образуются уже две системы. Одно общество, которое хочет себе рабов-землян, и другое, которое хочет себе коммунистическое общество на Венере. И тогда, опять же, можно сказать, что они там могут воевать друг с другом и так далее, но это уже война двух систем, которая... Вы что выпускаете, что у вас расслуждают? То, что коммунистическое общество будет и дальше, там могут образовываться новые какие-то совершенно классы, которые мы сейчас все не представляем и так далее, это будет сто процентов будет. Без всяких вариантов. Но вопрос в том, что мы же говорим про то, что мы видим в нынешний момент. И нынешний момент тенденция к тому, что общество уже давно вступило в период полного идеологического индивидуализма и теперь идет семимильными шагами к тому, чтобы этот индивидуализм преодолевать. То, что, кстати говоря, Ливан вот написал еще в своей невыпущенной статье о том, что, и тоже упоминал неоднократно в наших чатах периодически, что происходит слияние элитарной и эгалитарной культур. С одной стороны, это вроде плохо, потому что элитарная культура там выше, там, барокко, Бетховен и так далее становится чем-то примитивным на уровне каких-нибудь рэперков американских, но с другой стороны, что в то же время, ведь есть обратная сторона медали, что в эту эгалитарную культуру вливаются значительные массы людей, то есть происходит уравнение людей. Это и отрицательный момент, потому что верха опускаются, но это и положительный момент, потому что основная масса людей при этом получает какое-то развитие. Во всяком случае, они теперь слушают хоть что-то. Раньше не слушали ничего. Вот такая система. Так, Алин, пожалуйста. Если рассматривать организм общества и провести сравнение между организмом общества и организмом человека, то можно сравнить некоторые взаимодополняющие системы, которые его составляют. Ну там, в обществе деревообрабатывающие, пищевая промышленность у человека пищеварительная, гуморальная и так далее. В принципе, в обществе существует некоторая иерархия должностей. И каждый чиновник, находящийся на своей позиции, в принципе, как было отмечено, выполняет некоторую управляющую функцию. и точно так же и над ним стоящий чиновник, также над ним надзирает и управляет собственно им, его деятельностью. Но если мы рассматриваем человека, то совместный, так сказать, синтезис всех систем образует некоторое готовое действие, которое совершает человек. И если человек совершает это действие, мы можем сказать о том, что оно, в принципе, в его власти. И мне кажется, что общество как раз-таки и есть та сама власть, которая объединяет управление, которая надзирает над его элементами. Я не знаю, правильно я высказываюсь. Так. Ну, я понял твою мысль. Я хотел бы, наверное, тоже, скажем так, не ответить, а вот прояснить. Вот на самом деле организменный вот такой пример, он достаточно хороший в том смысле, что, как было правильно замечено, с одной стороны в организме есть действительно определенные иерархии, но с другой стороны система взаимодополняющая. То есть там на самом деле то, что мы вот назвали бы в общественном смысле слова власти, нет. Неважно, кто ты в организме, да, клетка мозга или, пардон, клетка прямой кишки. Если у тебя возникнет рак, то тебя одинаково быстро убьют. Ну, во всяком случае в норме. Мы не говорим про патологию, потому что на самом деле раковые клетки, так, ну, небольшой ликбез, раковые клетки на самом деле появляются в организме человек достаточно часто, просто не развивается рака как непосредственные болезни, потому что раковые клетки такие, патологические, они очень быстро элиминируются, ну, то есть уничтожаются. Вот как раз этот очень типичный пример. Вот это хороший пример общества будущего, потому что там ты занимаешь позицию управления, но управление твое, оно существует ради общества, а не ради тебя. И мозг, он живет ради единого целого организма, а не ради самого себя. И, соответственно, если в клетке головного мозга возникает какая-нибудь патология, то эти клетки будут уничтожаться во благо структурной целостности организма не хуже, чем клетки любой другой системы. Философика и сознательные мысли есть в таком планете как рынок. То есть рынок это конкретное состояние мира. Общество в принципе состояние мира, в котором мыслит себя человек, в принципе, ну, в частности на планете Земля, как относительно нашего общества. Вот. И состояние рака, в принципе, тоже можно называть, ну, образно тоже рынком, в котором оказывается человек. вот. И, ну, мне кажется, что власть можно назвать некоторым состоянием. Ну, конечно, опять же, на самом деле это тема власти очень широка, потому что очень много подходов к ее определению. Если под властью вот понимать то, о чем мы сегодня говорили, в частности то определение, которое я давал, то власть как состояние, оно скорее это уже немножко про другое. То есть это власть как состояние вот как раз таки управление чем-либо. Тогда да, конечно. У меня будет завершающая реплика. Я бы хотел сказать и рассказать про авторитаризм с точки зрения его социальной конструкции, как именно явление господства и подчинения, описать его генезис, то есть как он возник именно в генезисе понять, какие признаки ему соответствуют и как можно будет его преодолеть хотя бы хотя бы те негативные черты, которые он так или иначе будет представлять собой и сейчас, и представлял собой тогда. В общем, как мы знаем, первоначальное разделение произошло еще в первобытные времена в связи с специализацией, в связи с тем, что пришлось организовывать более сложную трудоемкую деятельность, где понадобилось появление такого персонажа, как организатор, управленец, он выбирал себя управленческий опыт, назначал тем или иным лицам, то есть, допустим, когда они выходят на охоту, на мамонта, неважно, на любое другое животное, он именно раздавал команду, кто будет где стоять, как они будут это животное окружать, то есть, кто будет на него идти, чтобы оно или шло в ловушку, или просто выдохлось, потом они его быстро так уработали и получили мясо. То есть, вот есть у нас уже первое разделение, это организатор и подчиненный. Это дело продолжалось очень долго, до тех пор, когда у человека, у человечества возникла уже оседлая жизнь с переходом к нейритической революции, к землевладению, к скотоводству, тогда уже возникает община, что очень важно, община возникает до появления частной собственности и до появления прибавочного продукта. Прибавочный продукт это уже следствие оседлой жизни. И там появляется вот из этого управленца, который сначала раздавал команды, он не просто там осуществляет именно такой небольшой локальный менеджмент, он уже следит и за тем, чтобы не было ссор между земледельцами и скотоводами, чтобы скот не топтал посевы земледельцев, чтобы была налажена охрана вот их селения, потому что они теперь уже живут на постоянной основе, поэтому нужно и осваивать новые места, новые локации для добычи ресурсов, для того, чтобы возможно даже и подчинять другие племена, чтобы с них иметь какой-то гешефт и обезопасивать себя от дальнейших нападений. То есть работа, она усложняется, а с усложнением работы у этого человека появляется уже другой социальный статус, он воспринимается не просто как управленец, не просто как собиратель знаний и опыта коллектива, а как именно патриарх, как вождь, который также осуществляет более такую крупную работу по организации и представляется, уже потом стал представляться уже неким именно божеством, то есть перед патриархом уже не было равных, все должны были оказывать ему некоторое подчинение или знаком, или данью, или другими символами, то есть уже такая выстраивается фигура патриарха, а потом эта фигура с течением поколений, то есть одно сменяет другое поколение, и вот эти легенды о том первопроходце, первородном человеке, что основал данную общину, он превращается постепенно в бога, в религиозном смысле, то есть это уже некий такой и духовно организующий элемент, и социально организующий элемент, и просто весь мир, они этому богу и поклоняются, и соответственно несут дары, то есть появляются уже не просто анимизм, а настоящая авторитарная религия, где есть определенная иерархия, то есть главный бог, есть такие божества, которые ранга пониже, ну и там понисходящий. Соответственно у нас уже два элемента, три элемента авторитарной идеологии и авторитарного сознания, это разделение на управленцев и подчиненных, то есть специализация, это у нас появление общины, именно общины, как коллектива людей, где все связаны друг с другом и у них есть патриарх, как в качестве вождя, в качестве управленца. И третье, это религии авторитарные, ну и четвертое, это уже производная, когда дифференциация достигает просто гигантских размеров и появляются уже другие специализации, как, например, жрецы, воины, то есть идет сословное разделение. Вот эти четыре толпа, они сохранялись на протяжении тысячелетий, даже сейчас в некоторых уголках мира они до сих пор являются ну между делом это нормальная жизнь вот этих вот людей, племен, которые вот так вот жили очень-очень долго. Для них это совершенно адекватное состояние, то есть если мы возьмем какие-нибудь африканские племена или бедуинов, кому-то как было до нашей эры, так у них и осталось. И таким образом авторитарная идеология сформировалась в своем историческом контексте, в своем идеологическом контексте и прошла определенное время, то есть определенный путь до своего распада. а этот распад как любая система рано или поздно распадается, потому что деленные ее признаки функции они приходят к взаимному противоречию или противоречию со внешним мерам, за которого они или отпадают, или уже просто становятся ненужными. Вот. И одна из этих противоречий это технический прогресс, который так или иначе упрощал производственную функцию, трудовую функцию, соответственно, вся эта такая жесткая организация, феодальная или патриархальная, она тоже переставала быть необходимой, когда люди могли сами объединиться, частично ликвидировать вот эти священные именно сакральные отношения подчиненные управления и сделать из себя может и не автономную общину, по крайней мере какую-то демократичную единицу, способную справляться с вызовами природы, вызовами внутренними, социальными самостоятельно. Это можно очень легко проследить, допустим, на примере Северного Кавказа. Вот до века до века 16-го это был очень бедный регион, то есть там настолько все было плохо, что основным занятием проживающих там племен, народов, это было два занятия, работорговля и наемничество. из-за того, что это горы, а степи, как правило, были контролируемы кочевниками, люди не могли спускаться вниз, заниматься катаводством, земледелием полноценно, из-за этого им приходилось все дальше уходить на эти высоты, на горные склоны и как-то пытаться там выжить. А чтобы выжить, приходилось вот таким вот с нашей точки зрения воровским способом переходить. вот мы все знаем, например, что вот мамилюки, да, это в Египте были рабы, наемники, они большинство своем, это выход со северного Кавказа, это черкесы. Вот. И так было до 17 века, до момента, когда было изобретено, ну не изобретено, до момента, когда к ним стали поступать большие партии, ну, путем торговли или элементарного гребежа огнестрельное оружие. Почему? То есть, раньше Кавказ постоянно терпел поражение, именно северное, от нашествия кочевников, неважно, тюрков, монголов, Тамерлана, совершенно неважно. Но в 17 веке случился последний исход, случился последний исход из Монголии кочевников-айратов, это наши калмуки, которые подошли очень вплотную вот к этому кавказскому хребту. И вот черкесские музоры, они пришли к Астраханскому воеводе и просили о помощи. Мог говорят, что вот второй баты идет, уже надо готовиться, сейчас будет опять таро-монгольская эго, надо как-то отбиться. В итоге русское царство даже не успело собрать войско, а черкесы, они смогли сами переведить этих айратов. Каким образом? Превосходство качественное, огнестрельного оружия, пушек, то есть они их заманили в горы, в ущелье и тупо расстреляли. Уничтожили всю их конницу, все их обозы и остатки вот этих айратов, они поселились у нас в Калмыкии. То есть они уже смогли сами справиться и впервые за долгую историю отбиться от наступающих орд из внутренней Монголии, из других степей. А потом то есть от ликвидации внешней угрозы они перешли к внутренним противоречиям. Понятное дело, что на Кавказе, как и везде, была феодальная раздробленность, там князьки, царьки местного разлива, которые эксплуатировали крестьянство и рабочий люд. Что было сделано с этим мороженым? Оно было модернизировано. Если раньше это были обычные мушкеты, то в условиях Кавказских гор они были переработаны в винтовки. А чем отличие? А какое главное отличие винтовок от мушкетов? Винтовки, они более точные и, соответственно, более дальнобойные. То есть, поскольку там горы, там возвышенности, более удобно играть именно от засад, от различного рода таких вот стремительных переходов, от перестрелок, нежели вот как в лоб в лоб, это вот линейная тактика типичная, когда просто встречаются два полка и расстреливают друг друга с небольшого расстояния. Вот, было модернизировано оружие, это раз, появились винтовки. И второе, был открыт, ну, при открытии нового света в Европу поступило огромное количество культур, там, начиная от помидоров, заканчивая кукурузой, бобами. Так вот, бобы и кукурузы, бобы и кукурузы, они лучше приспособлены к тому, чтобы расти в горах. То есть, если раньше земледелия была проблема, сейчас это стало практически решаемым вопросом. И поскольку появился постоянный источник еды, которым можно было еще откормить, допустим, свой скот общинный, увеличилось количество населения. Стало расти, 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 приобретало такие геометрические прогрессии, то есть все больше, больше и больше. И в один момент крестьяне, которые стали просто превалировать, в количественном отношении над феодалами, да еще имея за собой оружие, которое можно было освоить очень просто. Есть те же самые винтовки, это ни о чем, это проще, чем, допустим, купить себе доспехи, саблю, коня, и еще учиться на нем разъезжать, как-то пробовать атаковать, парировать. Тут все намного проще. И входит в моду именно на Северном Кавказе уже в 18 веке поднимать восстание против местных царьков, против местных князей. Даже есть такая легенда красивая, что как-то однажды едет черкесский князь с очередного набега, там взял с собой лошадей, рабов, к нему на встречу гладьба черкесская идет, он останавливается, спрашивает, а вы куда идете-то? Чего вы не поклонились мне? Почему вы так неуважительно ко мне отнеслись? Они говорят, а мы вот у вас царьковь идем свергать. Он говорит, сейчас я вам свергну, достает саблю, а в этот момент этот крестьянин достает винтовку. Ну и спустя 300 лет могила этого князя там стояла на горном склоне, пока ее не снесли местные рабочие эти дружины, которые там дорогу проложили. То есть уже видно, какое качественное превосходство оказывало именно новое оружие над старыми методами черкесской, ну и вообще любой другой северокавказской знать. И стали образовываться на месте свергнутых этих вот феодов настоящему демократически независимые около республики. Если вот брать аналогию, то это схоже со Швейцарией. Такие же кантоны, такой же союз независимых общинников, имеющих вооруженную армию, достаточно профессиональную ведущую борьбу с сильными феодальными армиями Кавказа и в том числе России. Ведь Россия, когда пришла на Северный Кавказ, она поддержала не демократические движения, ну что вполне логично, а черкесских князей, потому что с демократами, которые более того еще исповедовали довольно ну агрессивное течение в исламе, мирюдизм, которое призывало к массовым газоватам против неверных и любых других врагов ислама, черкесские князья были более сговорчивы, и соответственно вот эти республики, а еще главный очень важный момент, в этих республиках процветало рабство, то есть трудом занимались рабы физически, а независимые общинники, они посвятили себя или войне, или торговле, то есть Кавказ, он в этом плане уже в 19-й меке расцвел в своем культурном экономическом плане появились довольно любопытные персонажи вроде имама Шамиля, других деятелей, и вот таким образом тот авторитаризм, феодальный авторитаризм, который господствовал на Кавказе и сдерживал прогрессивные силы, индивидуалистические силы простого людо, в том числе буржуазные, потому что при этих демократиях расцвел товарообмен, там появились связи с Османской империей, с Сифифицкой, с Фитским Ираном, ну и так далее. Он был преодолен на большом соответственно территориальном на большой территориальной локации, ну и, к сожалению, был подавлен, потому что там Кавказская война, все знают, 50 лет шла, ну, к слову, очень долго для такого небольшого региона, казалось бы, и этот индивидуализм был подавлен, там, на долгие-долгие годы, там, вновь воцарилась власть князьков, ну, вплоть до первой революции, например, были такие деятели, анархисты, горцы, забыл, как называют это, честно, тоже во время русской революции первой, они как раз проводили ту традицию старую, вот этих вот мериудов, меридистов, этих республик первых, и активно сотрудничали с большевиками, с другими революционерами, когда надо было бить по царской власти или по белым армиям, то есть вот первое условие, технический прогресс, он очень хорошо показывает свою силу именно в этом регионе, где были разрушены феодальные отношения. Ну и второй пример, он такой более скромный, я бы хотел поговорить про, ну я тут кратко скажу именно уже про нашу, нашу, нашу страну, про такую многострадальную тему, как старообрядчество, потому что мы все знаем, что старообрядческие общины, они были очень замкнуты, очень патриархальные, жили сами в себе, практически теперь касались с внешним миром, но после отмены крепостного права, когда появился доступ в города. Да, они вышли в города, и поскольку эти общины были между собой сильно связаны, допустим, крестьянин выходил на рынок, местный рынок или на рынок уступ, предлагал свои услуги, зарабатывал деньги, и вместо того, чтобы потратить их на себя, уладил их в общину, то есть у них был такой общак, и путем накопления больших денежных средств в общике они смогли получить больше влияния в городе, и уже организовали свои производства, первые мануфактуры, и отношения этих мануфактур были очень патриархатные, то есть там нельзя было сделать так, чтобы, допустим, твой общинник устроился, ты его уволил, по болезни, допустим, он у него там травка, ни в коем случае, его увозили в общину, лечили за свой счет, и если он устанавливался, он приходил обратно, а других рабочих отпускали очень редко, то есть не старообрядцев, поэтому первоначально рабочая культура у нас была именно старообрядческая, ну и капиталистическая тоже, именно промышленная, выходила своим корнями из вот древнерусского православия, старого православия. Так вот, с течением времени, пока вот эти вот... А, и очень важный момент, если и были частные собственники, которые, которым приходилось регистрироваться в качестве акционерных общества или в качестве индивидуальных собственников, они свое наследство завещали тоже в общине, то есть не умирали, и все деньги переходили опять обратно в общак. Таким образом, коллектив всегда был при деньгах и каких-то отдельных таких индивидуалистов, бружуинов не возникало никогда. То есть такой паритет равный, он сохранялся до примерно конца 19 века, когда вот эти вот представители уже третьих-четвертых поколений, всякие Морозовые, Лягушинские, они стали контактировать в том числе и с русской буржуазией, и с торговой, с иностранной буржуазией, власти стали вводить ограничения на передачу имущества общинам, им приходилось накапливать деньги у себя и становиться наследниками. Ну, таким образом, они очень быстро отреклись от своих патриархальных воззрений, стали частью русской буржуазии со своими меркантильными интересами, кстати говоря, меняли веру спокойно, то есть были стареабляться, становились православными, экономическими, ну или вот единоверцами, то есть вот еще такой момент, что таким образом уже к началу века 20-го все эти старые сказки о обществе равных, они были забыты, и рабочие староверы, они тоже уже не имели тех благ, которые, допустим, имели их деды на первых инфактунках. То есть, если вот подытожить, у нас остается две тенденции, это научный технический прогресс и, соответственно, товародержившие отношения, частная собственность, коллективная собственность, эти две тенденции, они рушат все столпы авторитаризма, и таким образом преодолевают его, переходя или в индивидуализм, или в дальнейшем уже в коллективизм, как социальное явление. Ну, в принципе, я все закончил. Я так понимаю, ты говорил про авторитаризм именно в формате классического понимания авторитаризма, узкого такого. Нет, как бы способ подчинения. Ну да. Ну да. Просто изначально подготовил именно по этой теме, как авторитаризму общественного сознания, идущий от патриархатных до наших. То есть так получилось, я так понимаю, что я очень широко высказался о том, что я очень более узкатый и в итоге вершины пирамиды поставил в этой песочнице. Пойдем. Есть вопросы старайтесь? Помимо того, что пришел кавказец, опять про Кавказ. А армянский Кавказ? А? Армянский Кавказ? Да. За Кавказ. Нет. Так тоже. Малая Азия, блин. А Армянская Нагорье выходит далеко за пределы Кавказа. Не за Кавказа. А мой дед из Розрума это Кавказ. Южное Междуморье какое-то. Все Турция захватила. На море как-то сфидан. Вход до Ливана. Ну, все. Вопросов не будет?